ПАВЕЛ БЕГИЧЕВ Так или иначе, задевающие лично меня заживое. Не откладывая дело в долгий ящик, начнём, пожалуй. Друзья, молимся о дяде Пете Петре Николаевича Мамонове. 1 июля он попал в реанимацию и был на ИВЛ. Два дня назад супруга сообщила, что его собираются выводить из искусственной комы и переводить на самостоятельное дыхание, но состояние всё равно стабильно тяжёлое. Единственное, о чём жалеет жена сейчас, супруга, что он не привился до последнего. Что-то сомневался, что-то как-то откладывал. И вот результат. Сейчас совершенно не время фраз типа «я же говорил», «прививайтесь все», «все же говорили», «да надо бы привиться». Вот совсем не об этом сейчас речь. Молимся о нём, молимся и призываем всех верующих молиться, чтобы, если возможно, Бог продлил жизнь Петра Николаевича Мамонова, дай Бог ему здоровья. А вот, например, слухи о болезни Алексея Романова из группы «Воскресенье» не подтвердились. Вроде бы он, слава Богу, здоров. Продолжаем молиться о всех, продолжаем молиться о том, чтобы прекратилось это зловредное поветрие, и чтобы мир был здоров. Хотя, конечно, Христос предупреждал, что будут глады моры землетрясения по местам. Вот мор очередной. Ну что ж, это нам испытание. Восклонитесь, знайте, что близко избавление ваше. Терпением спасайте души ваши. И давайте не терять человеческого облика во всей этой ситуации. Молимся друг о друге и поддерживаем друг друга. Умер режиссёр Владимир Меньшов. Ну, эта смерть меня, конечно, потрясла. Он тоже казался вечным. Он всегда был такой живчик, такой на позитиве человек. И, конечно, это известие застало врасплох. Хотя, казалось бы, 82-й год жизни. Но... Ну и что? Хотелось сказать. Но ведь это же такой человек. Он ведь и актёр блестящий. И любая его роль запоминалась. Неважно, кого он играл. Тюфика Пашу из проходной ленты, там, где находится на филет. Или Гессера из... Или Гессера. Ой, как там ударение-то? Из «Ночного дозора». Ну и, конечно, подлинно народными стали фильмы «Любовь и голуби», где он уже работал как режиссёр. И «Москва слезам не верит». Ну, в обратной последовательности. И «Оскара», знаете ли, тоже просто так не дают. Но я, конечно, почему-то больше всего ценю его дебютную работу, розыгрыш. Фильм этот я готов пересматривать, ну, просто каждый день. Ну, это школьная драма, где молодой Харатьям играет такого музыканта-школьника. И фильм этот какое-то стопроцентное попадание в мою юность, в моё мироощущение. Хотя снят он годом позже после моего рождения. И, конечно, в 80-е школа была уже не такая, как в 70-е советская школа. Хотя, в принципе, основная матрица отношений оставалась. Конечно, сейчас это смотрится вообще как сказка, когда среднестатистическая школьница знает Минуэт Бакеринни. Ну, музыку-то знают все, а вот то, что это Минуэт Бакеринни, знают немногие. Ну, и вообще школьники ведут себя там, как выпускники Института благородных девиц. И даже злодеи отмечены высокой печатью интеллекта. Но, повторюсь, это вот прям какое-то стопроцентное попадание в мироощущение моей юности. Причём не то, чтобы Грушко и Комаровский, два антипода, это как бы два героя. Одному я хочу там подражать, а другому не хочу подражать. Я прекрасно понимаю, что Грушко и Комаровский – это две части вот одного человека. То есть, это вот они внутри меня тогда жили и боролись. И мне, конечно, очень хочется думать, что во мне в конце концов победил Грушко. Но, правда, смотреть этот фильм я могу вот каждый день без преувеличения. Ну, и вообще Владимир Меньшов снимал гениальные сказки для взрослых. Не в пошловато-будливом смысле этого слова. Не в том смысле, что 21+. А сказки для взрослых. То есть, ты понимаешь, что это сказка. А ведь это правда сказка. Что «Любовь и голуби», что «Носква слезам не верит», что «Ширли-мырли», что тот же «Розыгрыш». Это сказка. Она и сказочным языком рассказана, снята. В жизни всё не совсем так. Но здесь намёк «Добрый молод самурок». Это сказка для взрослого состояния ума, склонного к рефлексии и любви. И за это дорогому Владимиру Валентиновичу огромное спасибо. Покойтесь с миром. У меня прошло уже полгода с первой моей прививки. Ну, я привился 11 января. И вот сейчас уже подходит середина июля. И пора делать ревакцинацию по рекомендации врачей. Через сайт mos.ru я спокойно записался на ревакцинацию. Завтра, если бог даст, я на неё пойду. Все говорят о том, что записаться невозможно, что все там поликлиники что-то занятые, что очереди огромные. Не знаю. Я смотрел, всё более-менее нормально, свободно, можно ревакцинироваться. Ко мне всё чаще на улице сейчас стали подходить люди с одним вопросом. Батюшка, а вакцинироваться или нет? Я им всем рассказываю, что я вакцинировался полгода назад, собираюсь на ревакцинацию. И все спрашивают, задают вопросы, какие побочки, чего. Никаких побочек, ни положительных, ни отрицательных, ни суперспособностей, ни каких-то страшных корчей, болей и так далее. Всего вот этого мракобесия я, конечно, не испытываю. Не знаю уж, как оно пойдёт дальше, но я всегда людям говорю. Ну, вот сравните это с реальной возможностью умереть в страшных мучениях на искусственной вентиляции лёгких. Ну, и все так говорят, ну, нет, нет, конечно, мы этого не хотим. Но что-то страшновато. Ну, я не знаю, конечно, вот в который раз поражаюсь, какого уровня достигла мракобесия в обществе. Это представить себе что-то подобное в советское время просто невозможно. Людей вакцинировали, даже их никто особо и не спрашивал. Но если бы кто-то и спросил, никому бы в голову не пришло усомниться в том, что врачи желают нам только добра. Ну, то есть, предположить, что все врачи мира сейчас в каком-то страшном заговоре, чтобы уничтожить человечество, или выполняют заговор какого-то всемирного правительства по чипизации населения, ну, это какая-то совершенно невероятная вещь. Ну, я не знаю, ну, как вот. Все аргументы, которые я слышал против вакцинации, абсолютно иррациональны. Вот иррациональны вот до единого. Ну, среди них есть там более весомые и невесомые. Но все они за гранью рациональности. И, конечно, я продолжаю получать сообщения о смертях. Умирают мамы моих друзей, умирают отцы, умирают сами друзья, сами знакомые. И все эти вот как раз новые виды вируса косят теперь уже довольно молодых людей. И я считаю, что, конечно, не прививаться сейчас безответственно. А ощущение, что те, кто умер, не привившись, сами себе сократили жизнь, заставляет меня еще больше, ну, вот, жалеть людей, да, и молиться о них. Пожалуйста, прививайтесь. Ринго Стару, 81 год. Надо же, казалось бы, я совсем недавно записывал ролик на его 80-летие. И еще YouTube у меня его забанил. Так что целиком этот ролик со всеми музыкальными фрагментами, с разбором именно вот исполнительского мастерства Ринго как барабанщика, наверное, нужно посмотреть во Вконтакте. Он во Вконтакте-то никто ничего не забанил, конечно. И я поражаюсь тому, как быстро, во-первых, пролетел год. И тому, какой Ринго живчик. Вообще из всей Ливерпульской четверки Ринго самый добрый человек. Это я могу сказать однозначно. Конечно, для меня, как музыкант на первом месте Пол Маккартни, как просто гений и лидер на первом месте Джон Леннон, как трудоголик, виртуоз и такой человек, который умеет нас удивить. Это, конечно, Джордж Харрисон. А Ринго первоклассный барабанщик, мало того, но кроме того, это добрый человек. Это, наверное, все-таки самое важное качество именно в человеке. И Ринго всегда был таким буфером во всех конфликтах и пытался всех до конца примирить. И даже когда он сам там мог вспылить или обидеться и уйти, все равно это выходило у него как-то настолько неконфликтно, что его все тут же звали назад и даже перед ним как-то извинялись. И вообще, ну, молодец Ринго, дожил до 81-го года, мне бы так. Многое лето, дорогой, помню, в советское время ходила эта такая присказка. Ну, в позднее советское, когда Модерн Токинг был популярен, что там Ринго стар, Дитор болен, Эдуард Хилл. Но из этой его троицы Эдуард Хилл уже упокоился с миром, Дитор хоть по-прежнему и болен, но живчик. А Ринго самый старый из них. Ринго действительно стар. И дай бог ему еще 10 раз по столько же. Многое лето, дорогой Ричард Старке. Больше известный нам как Ринго Стар. Ну, теперь уже и по старому стилю наступило Рождество Иоанна Крестителя 7 июля. Обратите внимание, что церковь празднует всего три Рождества. Конечно, Рождество Господа Иисуса Христа. Рождество Пресвятой Богородицы. Но это понятно. А не вот непосредственно Христос – это Бог, ставший человеком. Богородица – это та женщина, через которую Бог получил человеческую природу. А вот третье Рождество – это Рождество Иоанна Крестителя. Интересно, что этот праздник стали отмечать даже раньше, чем Рождество Пресвятой Богородицы. Мы ещё у Августина Блаженного встречаем упоминание о Рождестве Иоанна Крестителя, как о общецерковном празднике на Западе, по крайней мере. Так вот, Иоанн Креститель – величайший из рождённых жёнами, но меньший в Царстве Божием больше его. Естественно, мы его празднуем на самом деле 25 июня рождения, то есть ровно за шесть месяцев до 25 декабря, до Рождества Христова, потому что Иоанн Креститель на полгода был старше своего двоюродного брата Иисуса Христа. И, конечно, почему-то с этим праздником связано очень много разных языческих верований. Иван Купала, ну, Иван Купала – это Иоанн Креститель. Купала, Креститель, Мойщик, Банщик, Иван Купала. Так вот, я вам хочу сказать, что заниматься всякими оккультными штуками в Рождество Иоанна Крестителя – это серьёзный грех. Поэтому, если кто-то там хотел цветки папоротника искать и добывать себе при помощи чертей какие-то сказочные богатства, я вам скажу, ай-яй-яй, делать так нельзя. Лучше сходите в церковь и попросите святой Иоанн предте, чем моли Бога о нас. Сегодня 8 июля, российский православный день Святого Валентина. То есть, день святых Петра и Февронии, день семьи, любви и верности. Профессиональный праздник наш с женой. Поздравляю тебя, супруга моя дорогая. Я твой Пётр, ты моя Феврония. Ну, нисколько не сомневаюсь в святости Петра и Февронии. Тем не менее, я как-то вот, ну, не знаю, не приживается, что ли, этот праздник. Хотя, конечно, лишний повод отметить, поздравить всегда приятен. Но я бы, честное слово, лучше праздновал святых мучеников Адриана и Наталью, как вот такую семейную пару. Они и древнее, и как-то кафоличнее, что ли, ну, более всеобщие. Ну, то есть, они, конечно, не славяне, не русские. Но почитайте их житие, святые Адриана и Наталья. Я, конечно, новобрачном стараюсь дарить именно их икону, святых Адриана и Натальи. Но как-то их подвиг, что ли, более величественен. Ну, я не знаю, ну, опять же, не принижая нисколько святых Петра и Февронию. Прочитайте их житие. Ну, и к тому же их День памяти осенью, ну, как, либо 26 августа по новому стилю, либо 8 сентября по-старому. Ну, по-старому так по-старому. Проводил детей в школу и через недельку отпраздновал День семьи. День вот таких христианской, именно такой семьи, устоявшей в гонениях, несмотря ни на что, вот, пронесшей свою любовь до самого последнего земного мига. Потрясающие люди, потрясающее свидетельство. В общем, а, пожалуй, буду я и святых Петра и Февронию праздновать, а в сентябре ещё и святых мучеников Адриана и Натальи. Так, запустил я занятие по древнегреческому языку. Вчера первое занятие состоялось. Прекрасные слушатели, прекрасные студенты. Уже очень хорошие вопросы. Как-то живенько прошла вчерашняя лекция. Я доволен. Посмотрим, как пойдёт вот эта группа. Те, кто не успел, ну, извините, тот опоздал. Хотя, вот, чисто теоретически, в принципе, ещё не поздно до следующей среды. Как-то поступить и прослушать вот это вводное занятие. Была только ещё вступительная лекция. И, собственно, учиться мы начнём вот уже со следующей среды. Ну, есть возможность написать ещё на бегичевсобакойяндекс.ру. Написать что-нибудь типа, простите, опоздал, но очень хочу учить греческий язык. Ну, пишите. Скоро начну набор на библейско-богословские вебинары и на курс конвергенции литургико-каноны. Наберу людей. Значит, наберу. Вот, значит, ну, не наберу. Значит, не наберу. Вот. Как-то набор последние годы идёт ни шатка, ни валка. Люди что-то, ну, расхотели учиться. Расхотели узнавать новое. Хотя те, кто учится, всегда пищат от восторга, потому что у нас совершенно ни на что не похожие вот лекции. Совершенно прекрасная атмосфера. И вот в учебном процессе, и во вне учебного процесса мы становимся друзьями. То есть, в принципе, можно уже начинать писать. Вот по этому адресу на библейско-богословские вебинары. А вот по этому адресу на конвергенции литургико-канон. Ну, а по этому адресу ещё можно на греческий запрыгнуть. Ну, и, конечно, поддержите нас на Патреоне, пожалуйста. Уж так вот в рекламных ссылках пусть будет весь кадр. Ну, а я на сегодня прощаюсь с вами. Это всё, что я хотел вам сказать. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok